Здравствуйте, туристы и милитаристы. Миру мир, нет войне. Вот вы видите мультитул? Не видите пока что, а он есть. Причем есть он здесь вот в маленьком карманчике. Достаем, все по красоте. Нравятся маленькие тулы? Мне вообще мультитулы нравятся всякие разные, совершенно разные. Мне нравится именно чем нас так привлекает мультитул? Тем, что им делается какая-то работа? Да перестаньте. Ну на самом деле вот вся фишка мультитула. Вот сейчас давайте немножко ППР сделаем. Я сейчас пробегусь по ТТХ и потом мы с вами обсудим это. Итак, наключник от Next Tool, мини флагшип. Очень понравился, причем выбирал конкретно эту модель. Во-первых, мой знакомый Сергей, с которым я полностью согласен, он делает упор всегда в выборе мультитула на ножницы. И я полностью с ним в этом согласен. Почему? Потому что именно зачастую на каких-то многопредметниках или тулах ножницы, которые вот являются, вот бывают такие моменты, когда они тебе ну просто капец как нужны. А они сделаны просто как такой ничего не значащий доп. Ну и такое себе. Здесь вот вам для сравнения, пожалуйста, коробок спичек. Действительно такой малыш-крепыш. При этом здесь очень классные ножницы. Давайте разбирать. Причем я его разбирал всего один раз, поэтому я сейчас как-то все на ходу будем делать. Итак, сейчас я чихну, прошу прощения. Нет, пронесло. Тебя так пронесло, подумал Штирлиц. Подпружиненные плоскогубцы, они же, как здесь называется, кусачки. Вот здесь вот кусачки здесь достаточно деликатно обозначены, но при желании есть. Причем, опять же, здесь такой момент. У нас тул размером с коробок, чуть-чуть больше, чем коробок. Но именно для того, чтобы что-то вот как-то вытащить, выдернуть какую-то дрянь, вот что-то вот это вот, сделать вот это вот движение, здесь вот этих вот аккуратных именно плоскогубчиков, острогубчиков, скажем так, более чем хватает. То, что они подпружиненные, это тоже очень приятно. То есть здесь на самом деле сам по себе инструмент, он такой вот прям мне нравится. Да, вы сейчас мне будете говорить про лезеры, про виксы и прочего. Я не против. Здесь конкретно обозначенный предмет. Продолжаем. Отвлекся довольно надолго, поэтому я сейчас, честно говоря, не помню уже. А, стоимость этого предмета на самом деле что-то around 30-ка. Я специально не буду говорить какой-то конкретный сайт. Почему? Потому что они по интернетам гуляют очень много где. И, как вы знаете, есть какие-то площадки, в частности китайские, где очень много каких-то заманух, промокодов и прочее, прочее. То есть, как говорится, Google вам в помощь. Может быть, вы даже дешевле его 30-ки найдете. На самом деле, как подарок, например, какому-нибудь толковому пареньку, это вообще просто супер. Но и самому, вот действительно, когда ты смотришь, что здесь сам по себе тул, он в собранном состоянии не больше коробка, но понимаешь, что какие-то конкретные задачи он тебе поможет сделать, то вопрос, а зачем носить с собой кирпич? Так, дальше я вспомнил, что мы смотрим по ТТХ в собранном состоянии. При весе 83 грамма, размеры 67,5 на 27 на 17,5 миллиметров. Действительно, такой очень аккуратненький брусочек. Вот этому кольцу для ключей я не доверяю. В этом смысле гораздо проще, здесь вот у нас есть, как вы видите, такое именно отверстие для кольца, для темлячка, поэтому проще вот это вот колечко заменить. Хотя, вы знаете, нет, я был несправедлив. Здесь вполне себе чувствуется, что он такой, не-не-не, хорошо, все в порядке. Не будем отматывать, не будем вырезать. С кольцом полный порядок. Другой момент, к которому вот я сейчас все равно сразу сейчас перейду. Видите, вот насколько у меня неправильные обзоры мультитулов. То есть, ножи я всегда плюс-минус по какому-то иду, обозначая какие-то параметры, стоит только делать обзор мультитулов, меня просто шарахает, как мальков на мелководье, мои мысли. То одно, то другое, то третье. Итак, компактность. Сталька здесь используется 420J2 или 420J1. Ну, это то есть из разряда именно коррозийно-стойких 400-х стали, назовем это так. Очень приятные вот эти вот самые острогубцы, круглогубцы или какие бы то ни были губцы. И просто офигенские ножницы. Ножницы здесь прям для такого размера. Здесь они прям так вот чувствуются, что здесь есть что порезать, есть чем нарезать. Не только какую-то там ниточку перерезать, не только какую-то бумажку. Здесь явно по плечу будет и карбон, и картон, и какой-то пластик. Ну, может быть, конечно, не сильный, но опять же, все зависит от необходимости. Почему? Потому что когда у вас есть под рукой любой другой инструмент, вы не будете запарывать стул, правильно? Если вам нужно в домашних условиях что-то порезать там и так далее, вы сходите, вытащите ножницы из ящика. Кстати говоря, постараюсь в обозримом будущем показать вам одни чудо-ножницы просто охренительные. Которые, кстати говоря, опять же прислал мне товарищ Сергей. И да, я согласен, даже вот в таких инструментах бытовых, каких-то минимальных, есть свои суперзвезды. Вот. А если вы где-то вне своего ящика с инструментами, вне своей берлоги, и вам ну вот просто пиздец, как нужно что-то там открутить, перерезать, вытащить и так далее, то именно все зависит от степени необходимости или от того, насколько вы пьяны. Два момента. Почему? Потому что если очень сильно надо, вам уже пофиг на то, что там случится с ножницами туловыми, вам уже пофиг, что случится там с какой-то вот кромкой. А я прошу прощения, прислушался просто, показалось, что в дверь постучали. Вот. Или когда вы под стаканом набуханный, то любые самые, казалось бы, безумные движения, вы можете ножом там отковыривать, выковыривать, перерубать какие-то металлические скрепки, и потом потрезвение такой, бля, ну что делать, надо нести, точить. Ножницы здесь супер гуд, очень-очень такие прямо приятные. Дальше. Дальше мы своими полностью обрезанными ногтями пытаемся вытащить. Это у нас как бы напильник, как бы пилочка такая, я не знаю. Каждый раз, когда я смотрю на напильники на мультитулах, я понимаю, что это вот назачем. Но что-то именно если зачистить нужно, вот как бы. Потому что для меня на мультитулах, при всем при том, что я пользуюсь ими редко, именно вот не просто играюсь, а пользуюсь напильниками, я вообще не могу себе припомнить ни разу, чтобы я пользовался напильниками. Но его можно использовать в качестве пилочки для ногтей, это уже плюс. И, конечно же, шлицевая отвертка. Как говорится, why not? Пусть будет. Здесь у нас отвертка Philips. Насколько, опять же, то есть биты к Next Tool стоят дешево, но здесь, как вы видите, нет держателя для бит. Поэтому, насколько вы попадете именно в этот размер, это вопрос, вопросович. То есть, вот этот конкретно, вот этот Tool можно было бы на что поменять, на что-нибудь. И вам, домашнее задание, напишите, на что его можно поменять. Так, нож. Нож у нас, кстати говоря, здесь при своих вот этих вот скромненьких размерах совершенно нормальный. Именно, чтобы даже что-то вот здесь именно удачно, удобно такой эффект мини-элдреса осуществить. Но вопрос в другом. Подавляющее большинство моих зрителей, вы же все нажиманы, правильно? И здесь вот, опять же, не будем обманывать. Имея даже какой-то полновесный лезер на поясе, имея какой-то здоровенный там свистул или еще что-то, правильно? Вы нарезку делаете чем? Правильно. Ножом, потому что он у вас всегда есть. И, как правило, не один, еще несколько в машине. Поэтому для нас это такой условный инструмент. Но если вообще ничего нет под рукой, то совершенно спокойно можно все это перерезать, нарезать. Здесь у нас некий slip joint. То есть в этом смысле у нас нет какого-то именно стопора, никакого замка. Но, опять же, просто воспринимаем это почему бы и нет. Так, и где-то еще была... Да, вот. Открывашка для консервов и для бутылок. Это, конечно, девайс нужный, всегда может пригодиться. Один из плюсов такого вот предмета в чем? В том, что, во-первых, скорее всего, я вам это не гарантирую, но, скорее всего, его пропустят в самолет. Я вообще категорически не рекомендую брать даже самые-самые маленькие ножи в самолет. Я неоднократно эту тему поднимал. Почему? Потому что я всегда говорил, что, ребята, никакие вот эти вот пономаревские понты, залезть с маленьким ножиком в салон и сфоткаться там, потому что я законы знаю и так далее, и так далее. Они не стоят потраченных нервов при прохождении контроля. Потому что, по большому счету, прохождение контроля в аэропорте, что по пути в отпуск, что по возвращению из отпуска или в командировку, неважно. Это, наверное, два самых таких вот хотя бы мини-стрессовых, но все-таки стрессовых момента. Если у вас просто отнимут нож, который стоит неважно сколько, но он что-то стоит для вас и в деньгах, и в каких-то других эмоциях. И потом вы будете стоять и рамсить просто. Еще и не факт, что на родном языке. Еще и не факт, что в своей стране. Но у нас, у меня вот, например, у знакомого недавно случился вообще казус такой конкретный. Он летал в Египет, где, ну там есть плюсы, есть минусы, прямо скажем, с точки зрения безопасности, с точки зрения просмотра там багажа и прочее, прочее. Он летал с семьей, все четко. Но по жизни он сам стрелок, у него жена стреляет, судья там каких-то высоких рангов международных. То есть постоянно люди с оружием. И получилось так, что когда они уже возвращались из Египта, представьте, в рюкзаке нашли патрон. Одну девятку. Что там с ними делали? Им пришлось просто весь, ну, всю свою почту показать, все свои фотки, объяснить, что да, мы действительно, мы там не террористы и так далее, и так далее. Но нервов, крови из них попили, мама, не горюй, сколько. И в плане ножей такая же в точности фигня. Но вот здесь я могу сказать, что я бы рискнул. Почему? Потому что это действительно довольно такой вот именно безобидный момент. Здесь действительно любой, скажем так, охранник в аэропорте, он будет понимать, что это на самом деле просто мультитул, и не больше того. То есть это действительно такая как бы плюс-минус надежда на то, что не отожмут. Но с другой стороны, может быть и здесь не стоит рисковать. Прошу прощения за сумбурность обзора. Что я хочу сказать? Очень здорово, что он такой миниатюрный. Почему? Потому что, повторюсь, когда у вас есть возможность просто использовать инструменты, вы не пользуетесь тулом. Тул лично меня несколько раз выручал очень сильно. Но именно тул, не который я ношу на себе там в рюкзаке, потому что в рюкзаке тул, который я ношу, я просто его даже не знаю, сколько раз я его доставал вообще из чехла. А вот тул, который я ввожу в машине, там да, там прям вот совсем-совсем. И здесь момент, когда у вас есть возможность минимизировать этот предмет в пространстве, то есть физически надеть на ключи, например, да, то при этом у вас инструменты прямо-прямо сразу под рукой, это очень классный вариант. Плюс есть, по-моему, синий, есть скелетизированный, есть красный. То есть он сам по себе такой достаточно нарядный, симпатичный предмет. Следующий вопрос, это насколько вам комфортно его носить именно на ключах. Почему? Потому что я вот могу сказать, что у меня связка не огромная, я не марья-ключница, но при этом все равно не мало. Потому что у меня раз, два, три, четыре, четыре основных ключа, три маленьких, это таблеточка для того, чтобы открывать, и два небольших брелка. Опять же, почему два? Потому что в одном... То есть они... Связка достаточно внушительная, но она не огромная, не такая, как ключная, правильно? Но добавить, например, вот уже такой вот предмет, это надо действительно уже прикинуть. Каждый сам для себя прикидывает. В общем и целом, чем Next Tool хороши? Кстати говоря, очень многие обзорщики... Сейчас я вам прочитаю, мне даже прислали письмо, они... Сейчас, одну секунду, не расходимся. Так... Сейчас, сейчас... Вот, они сказали, что Xiaomi нет смысла упоминать, Хотя, конечно же, вы feel free можете to mention, что у нас есть продукты совместные Xiaomi, Upin, на платформе Xiaomi, Upin были до этого. Почему ставят очень часто в обзоры Next Tool-овских? У меня, кстати говоря, то же самое. Первый Next Tool я делал обзор, крайне некачественный был обзор, я неправильно обозначил там высоту спусков. Вот, и у меня тоже стоял Xiaomi Next Tool. Почему? Потому что там изначально у продавца он так стоял. И скорее всего, я думаю, что здесь именно сильно помогло распространению бренда Next Tool именно упоминание в связке с Xiaomi. Но конкретно сейчас, вот они мне сказали, что нет смысла упоминать Xiaomi там в том же самом названии, потому что как бы мы сами по себе, хороши сами по себе в радость. Вот, и в общем и целом, если вы зайдете на сайт Next Tool World, например, или на любой другой, потому что их действительно много где продают, у них очень хороший ценник и достаточно оригинальные модели. То есть, опять же, я сейчас не буду показывать пальцем в сторону некоторых производителей, которые просто беззастенчиво копируют западные какие-то модели и при этом продают их, ну там, в 3-4 раза дешевле. И при этом продают под своим брендом. Не просто какой-то no-name копия с Алиэкспресса. Ну, вы сами поняли, про что я сейчас, про кого я сейчас сказал. Вот. Здесь Next Tool, они все-таки стараются сами какие-то, я вам, надеюсь, что я вам буду в будущем показывать еще другие тулы от них, они стараются сами какие-то делать именно свои разработки, что по большому счету интересно, что по большому счету прикольно. Но вот конкретно на ключник мини-флагшип мне понравился, прям понравился. Действительно, такая миниатюрная игрушечка, которая, кто знает, может вас очень-очень сильно выручить при необходимости. Ну все. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok